лесной обыватель снова я выбрался на рыбалку в дальние места таежные где не души человека одни звери вокруг вот такое у нас озеро сегодня сказочно красивое такое даже местами мистическое да вот то что берега потоплены и деревья там засохли елки и не такие вот немного как скривились как в сказках русских красиво очень будем искать здесь хищника рад буду вашему мнению оценки любой оценки для меня это очень важно ну и приятного просмотра это озеро кстати соединяясь то маленьким канальчиком с озером с предыдущего видео таким небольшим но я думаю когда вот половодье весна да даже без половодья там морек пройдет с легкостью вот только не понятно откуда куда впадает отсюда туда или оттуда во сюда то что там в конце того озера еще маленькая я это показал на видео кстати видео интересное такое получилось насыщенным что в пране рыбалки что других событий и само озеро по себе красивая ссылочка кстати на него вот тут будет вверху повыше либо можете перейти в конце видео оно появится самым первым в рекомендациях на видео решил я пока подцепить резину вертушка себя не проявила это озеро кстати такое она как зигзообразная то есть она не прямой а вот в разные стороны идет участие как она уже зашло участие вот я попил оттуда во там она сворачивается то есть как то вот так вот вот так вот она ведет еще и туда вот идет там я не помню заходит она куда-то или нет но конечно это проверю ну такое озеро подзаросшее вроде глубина есть травы на нем много то не рыбы пока только одну щуку я спугнул когда через траву подал по сработкам пока ноль но я в поисках и подбираю снастью под нее так что найдем куда наденись то какая красота гладь зеркальная ну по рыбе что-то здесь странно вроде как малек десяток понял есть и тут походу плотвы много потому что здесь и трава как раз таки которую она любит кушать и пугал я тут моряка такого видно что противиться вот по хищнику что-то меня это озеро пока расстраивает я обратно вертушку повесил потому что на озере с которым она граничит с прошлого видео эта вертушка себя хорошо показала весе у них потока одна цвет воды одинаковый должна она себя и тут проявлять должным образом пока такого нету на озеро красивая красивая заросшая правда видя здесь глубина такая большая как на предыдущем может быть от этого и хищник так себя здесь плохо проявляет что вот тут поменьше нигде ему тут толком прятосто на здесь кстати мошкары очень много прям северку плавает и рыбка один раз выскакивать ее кушает как раз таки плотвиться я думаю здесь вот корма для обычной рыбы тут очень много это видно о первый житель окушок ну неплохой окушок то вылетел то такой бойкий прикольный опа прям из-под крюки подцепил я вертушку чуть поменьше и вот полосатик чуть поменьше взял вот такой вот крокодил конечно мы его отпустим куда его хоть у меня заказ от бабушки наловить окуней свеженьких она хочет вот такого маленького я отпущу хоть она мне пожелала ни пуху ни пера что обычно являясь то ничего хорошего когда что-то желает один окунёк уже есть для неё щука пока молчит я думал тут озеро уже кончается то есть я как бы попал уже немало а ночью заворачивает вот направо у него поворот что исследование продолжается на я пока иду только по правой стороне а вот такие вот полосатике вылетают но его тоже отпущу маленький он для бабушки даже что-то с него приготовить вот кстати что и удивительно для сушки вот засолитесь такого маленького он намного вкуснее чем окунь побольше у него мясо такое нежное и его можно даже вместе с косточками кушать что даже очень полезно вот в кувшинках окунь вак живет этого мы оставим этот бабушке понравится о я тут одно место оно что-то и решил его просто проплыть поленился его обкидывать это как раз был угол и там спугнул две хороших щуки они как раз в кувшинках стояли на даже так было грустно я покидал покидал там потом ну толку то если я хуже спугнул то еще один окунек сошел в этих кувшинках окунь живет посмотрите как это озеро заворачивает это уже на на поворот какой-то на третий или четвертый поворот и там я так понимаю уже тупик а уже все такое конечно озеро прям запутанная дорожка влево вправо влево вправо юрид здесь кстати вот ближе к концу озера как будто и глубина чуть побольше начинается вначале если была мель то здесь уже глубина покрупнее доплыл я до конца озера тут вот такая вот скала большая из нее сосны растут я просто удивлен что в таком озере пока только окунь один хватал то есть по щуке ну я спугнул ее две штуки или три даже а вот по ударам ни разу щука себя не показала только если сегодня какое-то давление атмосферное которое ей не нравится это себя так ведет цеплял я и резину и велтушку которая на соседнем озере себя хорошо проявила а тут нет не хочет щука я конечно но еще по другой же стороне буду идти обратно может со носим меня еще порадует своим присутствием пока радует только окунь своим присутствием но не щука куда щука делась мигрени у нее сегодня что ли без понятия я не верю что в таком большом озере заковыристом таком чудом и очень много разных мест чтоб здесь не было щуки не может быть это чё у нас это чё у нас не вижу не вижу щука щука ты чё по заказу что ли да щукарик небольшой но я ей повредит жабры к сожалению возьму бабушку порадую сварит уху и как раз вкусненько будет как как только начал критиковать щуку что здесь не может быть чтоб щуки не было да ё-моё сразу схватила сейчас кряга схватила он на березе чага растет но мне она пока не нужна ух ты нифига я по пеньку сам долил вот тут какая скалка спуск прикольно с них с нее воду смотрите в центре озера выглядывает скала учили сильно в часть вот где я нахожусь а да и вот оно прям в середине скала выглядывает я уже обратно плыву вот этот закоулок я обкидывать уже не буду потому что у меня на него просто времени нету надо уже выбираться из леса ехать еще бог знает сколько ну а там покидаю еще обратно я уже так тщательно не покидываю озеро но мне такое впечатление сложилось что щуки под берегами не было она вся стояла в середине в кувшинках просто все озеро оно в кувшинках практически залащено и я ее там в основном пугал а чтоб эти все кувшинки обкидать у меня блин времени наверное 2 в 3 ушло больше а я как бы выехал на несколько часиков вечерком бабушку порадовать рыбкой ну в любом случае бабушка не останется без рыбки а нам дома хватит и ова с предыдущей рыбалки я щуку-то еще кстати не замариновал вот сейчас как раз таки наплыл на оборончик щука стояла и стояла она не под берегом она где-то в несколько метрах стояла ну как так я ее в корягах ищу где ее обычные ловлю а она здесь совсем в другом месте находится неожиданно для меня обычно коряга это ну стопроцентный вариант особенно если под нею яма какая-нибудь глубина и это коряга такая вся лохматая от веток и там прям такая как пропасть под нею ооо там по любому будет щука а то и не одна и больше вероятностей что там какой-нибудь засел трофей хорошенький вот такая вот рыбалка сегодня у нас на улов не прям богатая но природа и поездка того стоила мне нравится выезжать подобные места дикие глухие и никого нет ни души природа такая вот нетронутая скорее дикая лес ох что-то ударило ладно буду закругляста спасибо за посмотрим рад буду вашему мнению оценки ну и конечно же подписки а то по статистике людей смотрит много а подписывается очень мало ну процентов наверно 5 от всех просмотров подписывается хотя видео некоторые набирают хорошо просмотров ну для такого маленького канала какой у меня пока что я надеюсь и желание мне не отобьет дальше записывать вам видео с таких чудесных мест всем пока